Стреланку поставим и диван принесем. И застрянем там по полной на неделю еще. Угадай чем пахнет. Пропи***ш и соусы. Капаем и делаем кусь только на челеброско. Важная инфа, важная инфа. Обещал мне куньку два месяца назад, где моя кунька. И соусы туда сверху. Я помню вот эти три семерки. Сыр дружба и я в подъезде. Утки! Дамы и господа, мальчики и девочки, леди и джентльмены, пацаны и пацанессы, леди... Тихо! Мы приветствуем вас на самом большом, классном и красивом магазине острых соусов на свете. Уже даже, я думаю, и канале, посвященном этим самым соусам, на котором мы еженедельно пробуем всякие классные штуки. Рассказываем вам о них. И очень радуемся, рофлим и смеемся. С вами я и наша звезда порнхаба в категории Stepmom, которые, да, доступны только по подписке на Boosty, между прочим. Кто элита, тот уже смотрит, тот уже вообще спасибо подрочил, везде нам написали. Те, кто не подписан на наш Boosty, может подписаться на наш Boosty, им будет доступен самый топовый контент со стиральными машинами. Все стиралки сняли. С вертикальной загрузкой, горизонтальной загрузкой, всей хуйкой просто. Да, 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 я, говорит. Настя, это Настя. Привет, привет, с вами Челебров. Ко! Всем привет, с вами Игорь, с вами Настя, и мы вот сегодня решили поесть шавухи зачем-то. Да, да, потому что он за**алки фас, потому что он за**алки фас, ребята, мы едим его уже 3,5 года, 124 выпуск сегодня, а еще были не номерные, а сколько мы, в принципе, ели к**ных этих наггетсов, они просто, мы устали от них. Стрипсы? А я говорю, ну и наггетсы мы тоже ели, короче, что мы только не ели, но в основном это все было из KFC, или из Макдональдса почившего, Рип Макдональдс. Устали от фастфуда, поэтому вообще не фастфуд, заказали в ресторане шаурму с мраморной говядиной, а как еще Челеброс по-другому не работает, она, б***ь, еще с 24-каратным салатом внутри. Это вечная дилемма, то есть мы на самом деле прорабатываем, каждый выпуск это отработка некого инсайта, некой проблемы, да, которая у нас возникает. А с чем есть пиццу, а с чем застревать в стиралке там и так далее, мед там, е**ть, хочешь меда как бы, надо сделать обзор на 5 медовых соусов, с горчицей то же самое. Спойлер, эти соусы не острые, потому что есть, б***ь, жопоразрывающую шаурму, шаурму должна быть вкусная и слегка пикантная, я не думаю, что она должна, б***ь, быть какая острая, чтобы тебе рвало, е**ало от нее. Не очень сексуальненько выглядеть, я вам скажу. Ну это потому что ты пятна замазала все. Ой, она в валь, а может мы не будем тогда так делать? Ну видимо да. Мы будем вот так капать, кусь делать, и потом дальше капать и кусь. Да, будем капать и делать кусь. Капаем и делаем кусь только на челеброско, важная инфа, важная инфа. Под каждым выпуском мы разыгрываем соус естественно. Для этого вам надо быть подписанными на канал, оставлять 894 минимум. Комментария, можно большие, можно поменьше. Все комментарии, которые, все что думаете вообще, все пишите нам. И естественно смотрите видосы, рассказывайте о них своим подругам, своим бойфрендам и своим кротам. Если у вас есть кроты, рассказывайте о них своим кротам. У тебя есть кроты? Нет. Ну вот, блядь, заведи кротов и рассказывай о наших выпусках. И что, поехали? Да, поехали. Короче, это Indigo Fire. Может мы будем опять эти тупые идиотские описания читать? Мне так понравилось, если честно. Ну, читай, читай, я не против. Обожаю читать. Тем более люди просят. Он, короче, жидкий. Люди так делают? Он прям реально очень жидкий, прям очень. То есть мы его не накапаем на... Угадай, чем пахнет. Окей, окей, я угадал. Ну, в смысле, я угадал. На какую букву? На Х? На другую букву, она после Х идет. Р? У? Да, чем пахнет. У? Ями? Чуть, а? У ями, блядь. Усами? Усами, да. Усами, супер, мне нравится. Итак, это Habs Indigo, мать его, Fire Hot Sauce. Обожаю эти описания, ребята. Только у нас на сайте самые лучшие описания во всем ру-сегменте. В целом тут вообще во всем этом сегменте и вообще во всем СНГ нет других магазинов. Даже не думайте нам их перечислять. Но у нас, только у нас самые классные описания на свете. И это терпкая и жгучая смесь черники. Она не на У, я напомню. Должно пахнуть черникой. Перца, халапеньо и немного хабанера. Звучит, как будто... И оно должно быть в какой-нибудь шаурме с Дорблю. Бывает шаурма с Дорблю? Да. Отлично сочетается с десертами в качестве заправки для салатов и отлично подходит в качестве глазури для шаурмы. А где кунька? Обещал мне куньку два месяца назад, где моя кунька. Он есть. Огонь индига это мягкий, острый вкус. Блин, странно. Короче, с шавухой это неплохо, на самом деле. Потому что... Вот с шавой он вообще не чувствуется. Я поэтому и взяла пиалуху эту, чтобы попробовать, как он в чистом виде. Да, он не острый, он прям, ну, где-то 0,2. Но прикольно, мне нравится, что там как раз вот есть вот это вот... Очень ягодно. Очень ягодно. Вот он как раз таки будет кайфово с чизкейком, с мороженкой. Прям вот, потому что он не соленый, потому что бывают как бы ягодные соусы, которых достаточно количество соли, а они вот с чем-то таким вот, типа чизкейка и мороженого будут не очень. Прикольно, его можно просто пить, кстати. Да, и вот он прям классный. Но вот попробуй с шавой, вот это неплохо, на самом деле. А мне как будто кажется, что я даже и не хочу. Да, не хочу с шавой пробовать, мне так нормально. Ну, я понимаю, да, что мы снимаем передачу, надо попробовать с шаурмой. Кайфовый. Мне нравится. Он прям, ну... А что там было, черника? Слушай, ну, во-первых, да, на первом месте черника, сироп агавы еще дает вот эту ягодность складывать. Давай тогда загибаем пальцы, значит, написано, что отлично сочетается с десертами сто пудово. Сто процентов, прям вот топчик. В качестве заправки для салатов, как будто свежий салат, да. Ну, типа вот вместо бальзамика, допустим. Это знаешь, как вот, короче, есть очичук, салат грузинский. Конечно. С помидорками, с красным луком, и туда на шарап, короче. Да, я понял, да. Идет гранатовый соус, короче, гранатовый... Да, да, наршарап. Наршарап, да, спасибо большое. Да, это я знаю. Вот, и это вот как раз, мне кажется, будет прикольно, тоже какой-нибудь такой же история, а-ля вот есть вот эти вкусные, сочные, спелые помидорки с ялтинским этим луком, либо... А красный лук, красный лук, салатик, черри. Да, да. И вот этот... Руколочку. Ребят, для салата, и он, это не перегибы. То есть он на единичку-двоечку, может быть, потому что все-таки немножко халапеньо, как и заявлено, тут есть. Да. Не халапеньо, хабанеро. Ну, короче. Классный соус для салата 100. Для чизкейка. Вот этот классический творожный чизкейк. Да, именно вот этот Нью-Йорк. Да, Нью-Йоркский. Полить его. Мы много говорили о том, что Блюбери Хэл, например, от Хэллфайр. Это классный черничный соус для чизкейка. У них еще какой-то. Мы на Новый год тогда выбирали. Их было два. Посмотрите наш прошлый новогодний выпуск, потому что грядет новый великий топ. И вы даже не представляете, что мы для вас подготовили. Да, ничего. Пока еще ничего, но в скором времени. Нет, это будет мега топ. Я большие ставки делаю на то, что это будет мега крутой новогодний топ. Это будет прямо постмодернистское высказывание вообще обо всей культуре. Это будет великое, великое. И у нас следующий соус. Это Пикапепа. Я не знаю, лучшее название в мире вообще для соусов. Пикапепа это топчик. Давай смотреть. Итак, Пикапепа оригинал соус. Это наш. Я напоминаю, что описание производителя, поэтому он не наш, он Пикапепин. И наш флагманский тропический фруктовый соус выдерживается до совершенства в дубовых бочках, как изысканное вино. Это уникальная смесь манго, помидоров, лука, ну, звучит как-то действительно уникальная смесь, сахара и уксуса, твоего любимого, а также секретная смесь особых экзотических специй. Полученный в результате богатый мягкий вкус является легендарным, как хоккеист Голубев из команды Сибири. Это было... Легендарный соус. Говорят, ты опять наполняешь свою куню. Потому что я зафоршмачилась, он мне попал на руку, я слезнула, а он, короче, не острый. Мне очень нравится запах. Запах угарный. Запах на что-то похож, я не могу понять на что. Как будто... На портвей... На порто. Портотоник. Ну, типа, да. Ну, типа. Есть некий портвейный... Ну, вот... Эти очень много. Но, с другой стороны, вот если бы с этим такое случилось, было бы плохо, потому что все залилось. Здесь все-таки есть, видите, вот это, и плюс дубовая бочка, мраморная говядина в нашей шаурме, я напомню, да. Другую мы просто не едим, только мраморную, ну, причем вот эту, которая из настоящего мрамора, просто из метро колупаем, со стены мрамора едим. Ну, что? Очень знакомый вкус из детства. Портвейн-то в детстве... Из детства я помню вот эту 3-7-рки. Сыр дружба, и я в подъезде. Конечно. Блин, реально она что-то похожа. Попробуй, пожалуйста. Ну, я уже сказал же даже, ну что. Ну ладно. Да, я понял про что-то. Что-то прям, да? Не могу сказать на что-то. Я вот тоже не могу понять, но это прям вот реально какой-то вкус из детства. Что-то вот такое прям... Может, это какое-то яблочное повидло? Нет. Я пытаюсь понять, тоже я пытаюсь. А что там вообще в составе? Давай посмотрим. Может, нам состав все-таки это... Итак, выясняем, что же в детстве Настя такое употребляла, что теперь этот соус ей напоминает вкус детства. Голландский желтый лук. Как у тебя в детстве с ним дела? У голландского яблона не было. Тростниковый уксус. Нерафинированный тростниковый сахар. Ты в тростниках каких-то жила, нет? Поняла. Это когда, короче, что-то какие-то соленья делают. Я же сказал повидло, яблочное. Да, не яблочное повидло, а именно соленья какие-то. Соленое повидло. Нет, не повидло. Томатная паста. Морская соль. Красный перец Вест-Индии. Вест-Индийский красный перец. Изюм. Ничего такого, а? Не напоминает? Во, изюм уже похоже. Концентрат манго. Ну, манго нет. Имбирь. Имбирь чувствуется. Тимьян. Чеснок. Гвоздика. Это глинтвейн. Это глинтвейн. Ёпта мать. Какое нахуй детство. Это глинтвейн. И вот как раз доведенное в дубовых бочках они написали зачем-то изысканное вино. Но это сраный глинтвейн, мать его. Это гвоздика. Который в Питере отвечает. Через пару лет в Новосибирске вот эти будут стоять дебильные тачки которые будут я б***ь неделю был в Питере б***ь на каждая собака там сидит б***ь на каждом перекрестке продает из машины глинтвейн варит. Это какой-то тренд это как вот есть с попкорном либо с сахарной ваткой чтобы вы понимали либо с кукурузой горячей там вот так вот стоят короче глинтвейны либо стоят тачки у которых багажник открыт да не знаю они же живут там это мы не там живем они там живут в натуре смотри гвоздика тимьян черный перец апельсиновая корка имбирь изюм это б***ь набор для глинтвейна но все равно что-то напоминает мне вот именно какое-то блюдо но прикольно вот с глинтвейном прям хорош прям хорош к шаурме да к мраморке нормально и там еще что там еще дорблю это хороший мэч ребята пикапепа оригинал во-первых интересный сам по себе соус вот это уже не подойдет скорее всего к десертам но к мясу да к стейкам прям то есть например куриные шаурме нет нет но так как это шаурма с говядиной оно да кайф к баранине мне кажется еще будет клево может быть может быть ну что я не знаю это бомба это мега бомба то есть мало того что мы действительно сами догадались что ну ладно нет мы прочитали состав но реально чуваки соус глинтвейном круто круто к мясу красному черному разному короче будет круто но не к белому и так следующий наш соус давай подожди ну что очередной очень жидкий соус очень жидкий ну я надеюсь что он хотя бы не очень острый ну блин ну хабанерка это чувствуется слушай судя по тому что он называется fat cat red jalapeno hot sauce он вообще никакой не жесткий ну не должен быть по крайней мере это была бы подстава если бы он был мега жесткий ну опять же блин мне кажется что соусы для шаурмы такие должны быть вот этот вообще идеально залетел потому что он что очень соленый очень соленый и очень уксусный это мне уже должно значит понравиться ну показалось сначала что прям соленый и очень уксусный блин мне нравится не ну вот этот уже для курицы конечно вот это классическую шаву с курицей выберете то есть к мраморной говядине он уже не сильно подходит там реально на первом то есть это луизиана перцы перцы соль уксус никаких манго гвоздик тимьянов вкус перцев соли и уксуса классика максимальная и курица ну то есть шаурма с курицей с ним будет залетать нормально классическая ну в смысле говядина и мясо такого типа верхнего класса так скажем оно как будто бы ну вот луизианский не сильно с ним сочетается хотя с другой стороны неплохо с овощишками неплохо очень показательно что он называется everyday потому что по всем параметрам он уже не единичка мне кажется что это три троечка такая на каждый день и опять же не шаурмой например даже но иишенка картошечка айдаха айдаха сделала в духовке с этим соусом ну и картошку с розмарином запекли потом значит трюфельное масло и вот этот соус отдельно в куночке помакали все супер это наша версия классической столовой приправы средней остроты или как мы ее называем острого соуса из супермаркета абсолютно оправданно наш самый универсальный соус он создан для дополнения самых разных блюд от яиц и бутербродов что и требовалось заказать до супов и тушеных блюд барбекю крылышек гамбургеров с гамбургерами идеально и многого другого он также является отличной альтернативой маринаду и в качестве соуса для крылышек если его смешать в равных частях сливочным со сливочным маслом собственно в составе пюре халапеньо уксус жареный красный перец тростниковый сахар чеснок паприка сантановая камедь ребят ну все хороший классический соус ребят 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 идеальный универсальный соус на каждый день и практически для каждого блюда которое вы можете представить себе ну то есть естественно есть какие-то нюансы да что с чизкейком его уже не поешь в отличие от но для изначально соленых блюд для макарошек мак и чиз да сделать все макарошки с сыром да прикольно переходим дальше да давай типа что тянуть ну вот это это торжбера как всегда офигенный этикетка офигенный этикетка давай его покажем вот так да это лук и хабанера поэтому обнимаются у них любовь у них 100% мэч поименам не то что у тебя и ага что у кого хочет ну короче вот из всех вот трех соусов у этого сама консистенция ну это прям повидло кайф кайф пятна пошли ребята мы обещали мы обещали вернуть пятна ну не хватает четвертая я согласен мы это обсуждали сегодня на гоупрохо нашли свою старую хиро 4 ее конечно надо где-то здесь повесить потому что ребята весь премиум контент вы пропускают ну его все пропускают получается не консистенция классная что он самый густой из всех но пахнет прям уже это нифига ни ягодками ее просто ну что тут сказать это хабанера и жареный лук очень много жареного лука знаю людей кстати к сожалению я даже не уверен что люди это подходящая для них дефиниция которые ненавидят лук да но ты что от соуса сейчас только что подожди он же не острый должен быть или он острый ну он такой нормальненький такой на шестерочку ну что ну что ну что ты мне скажешь про соус мы же передачи про соус или про что про про соус и соусen утки мне нравится консистенция мне нравится лечу да ну да да такое перетертое сальсе по запаху короче да ты чувствуешь запах абонера но он не настолько короче лук оттеняет я поняла вот именно этот запах лука вот это вот жареного а там еще лук у нас свежий красный короче мне прям очень понравилось прям считаю что наверное это прям пока что лучше на ну вот прям вот идеально идеально к шаме наверное да слушай ну вот здесь вот прямо мне очень нравится сочетание кайф кайф я очень удивлен что там еще есть мне интересно просто ну мне кажется что он просто тупо как бы типа как меш и лучок жареный меш хабанеры точно я не думаю что здесь какие-то штуки типа пюре манго там или это понятно давай но при этом это и не классическая луизиана скорее это классический ну острый соус как вы представляете без соли он не соленый он не уксусный вообще это прямо практически моноперцовый такой тут очень много яркого хабанера плюс мякоть кожура и это все как будто под ферментированная даже я бы сказал что вот этот фанки флэйвор имеется знаменитый привет макс твоего терминология ну и все понимают да о чем это такая как бы блин как сказать не знаю ну ферментированный ну вот как вы капусту кимчи например да и такая яркая какая-то вкусовая нотка как ее еще описать давай посмотрим потому что мне как ну блин мне во-первых сильно понравилось мне тоже очень понравилось пока что вот ну вот после ну вот вот гвоздичка глинтвейновская топчик ну луизиана это классика я даже ну как бы не беру рассмотрение это надо для всего вообще это для десерта десертов офигенно это интересно это интересно да такое необычненько скажем так а вот это прямо топский топ это прям да 7 семенов семен семен семенович это павел топский семен да 300 баксов пожалуйста можно блин кайфовая короче на самом деле не ожидала что перцы будут так офигенно с луком не не зря мы их хвалим это потому что вумен пауэр гелл пауэр блин вуманы делают все это и знают что делают этот новый соус от команды торч вэрер известны такими хитами хотуанс как зомби апокалипс и гарлик рипер мы пробовали наверняка и то и другое но гарлик рипер вообще сладкий лук смешивают с манера небольшим количеством перца скорпиона вот теперь понятно почему так конечно острым уксусом еще и уксус у них острый представляешь соус с это что делают и дополнительным количеством измельченного лука я добавлю лук в твой лук чтобы ты ел лук пока ешь лук и пил острый лук да его смелый вкус сочетается с густотой в этом соусе много сочности это правда мы вы видели реально похоже на повидло какое-то ну кайф да еще немножко это был бы джем уже действительно острота своего чего острота соуса 6 из 10 делает его отличным да это кстати слушай они даже с этим угадали что на шестерочку ну как будто 5-6 да делает его отличным дополнением к гамбургерам котлетам блин бургеры с ним сделать ну мы практически едим бургеры ну да потому что у нас говядина поэтому да он такой прям да у нас говядина гамбургером котлетам бутербродом и многим другим блюдом если вы не используете его для своего следующего блюда на гриле вы что-то упускаете не на гриле да я прям сразу почему-то подумала ну да ну блин это все вот это вот наша вот шавуха с говядиной я прям сразу такая приставят биштекс с глазунюшкой сверху ой да состав максимально лаконичные лук хабанера дистиллированный белый уксус в острый вода сахар скорпион перец луковые хлопья ну вот эти да кайфовый хлопья и соль этот же я вот этот соус от бёрн сын макой мы пробовали с максом выпусков не знаю 70 назад реально это было очень давно где-то на сороковых может быть 50-х выпусках спе сия роха тогда мы сказали что это буквально жидкий жидкая приправа для красного доширака похожа на красный дошик да короче сожрав несметные тонны этих наггетсов стрипсов я скажу что они конечно честь зачастую портят ощущение и вообще вкус от соуса ну тогда мне он не очень понравился опять же со стрипсами он вообще как будто сильно вообще не сочетается но потом я взял недавно бутылку из подвала бутылку я сметелил вообще за несколько дней типа дома мне очень понравился везде его лил и мне понравилось ну такой как будто более копчененький барбекюшный в сравнении ну вот с классическим вот этим вот нашим лузина луи ест но да он прям на каждый день он вообще не ну на единичку но потом сейчас чуть-чуть по вкусу вкусно я бы даже его не почувствовал по вкусу я поэтому себе в белушку и налила потому что мясо прям глушит его прям не он такой он как бы очень нейтральный аккуратненький да такой прям ненавязчивый и кстати несмотря на эту элегантность некую и его тонну тонкость потому что он да он классный и он много к чему на самом деле подойдет но пахнет он реально как приправа вот эта красная вот этот пакет пакет красный приправа для дошика при этом как будто бы в этот пакет более острый чем этот соус несмотря на это состав то у него гу-го я прочитаю сначала описание естественно но там составе есть вообще где разгуляться представьте себе ты готова представляешь вы приготовили отличное блюдо но чувствуете что не хватает чего-то чувствуешь чувствуешь как же она чувствует ребята просто что сделает его незабываемым к счастью этот ингредиент перед вами burns and mccoy наглая рожа этот красный соус отправит вас на луну чувствуешься на луне и обратно и вы обязательно захотите повторить этот три хочешь три повторить но неплохо неплохо в его вкусе прекрасно сочетаются нотки перца гуахильо и мягкие акценты тыквенных семян за которыми последует сладкое за которыми последует сладкое послевкусие жареных на огне красных перцев вы не можете я напоминаю что к тебе обращается это описание вы анастасия не можете просить большего от соуса хотя с какого все может сильная независимая женщина почему вообще на это описание указывает что мы можем делать а что нет оно типа почему это описание его надо срочно исправить я захожу в режим правки ну типа реально ладно настя да просто любой то если заходишь на сайт тут написано вот это бёртсон маккой наглая рожа и в описании написано а ну да оно оправдывает свое название наглая рожа чё ты можешь что не можешь делать оно арбузер да вы горит не можете просить большего от соуса в смысле мы какие-то за ним на заниженных ожиданиях должны двигаться это ну странно и чтобы вам не говорила описание на сайте челеброско просто верьте в себя у вас все получится вы сможете вы можете просить больше от соусов вы достойны хороших соусов у вас все получится вы молодцы вы лучше ну что соус конечно на претензии такой типо это вы не можете просить ничего лучше поэтому он и пошел у нас в начало натуральным образом но соус неплохой но лучше вам можно найти в целом прошло время какие-то итоги может быть подводить да но я мне понравилось на шоуме классно я считаю что надо продолжить на самом деле из вообще завязывать с этими стрипсами и пробовать на всем просто разные всякие блюда разные всякие блюда гёдза ой гёдза прикольно великосочные пельмени просто чисто по мантам пойдем короче вот этой вот всей истории короче самый-самый топчик топ это вот на втором месте ну и с десертами это вот короче вот это вот самый наверное такие пойти ну вот эти два ну вообще вот этот один это топский топ это павел топский это бульвар депо это ну луизиана это классика она никогда не подводит она всегда ну как бы every day red реально каждый день можно его есть и тут так и написано хорош он хорош вот глинтвейн тоже топчик интересно он очень интересно очень такое прям я вообще не ожидал я тоже не ожидала ты такой чё пикапепа она раз тебе такая в винной бочке дубовой набор и апельсиновая корка на секундочку там внутри ты такой да ну и для любителей сладенького и остренького но он правда не остренький но это прям очень кайфово будет с мороженком и с подруги купить приобщать культуру своих зиньзи абсолютно гетеросексуальных я напомню других не существует в этой стране отношениях подарите своей подруге нью-йоркский чизкейк желательно целый такой круг нью-йорк как как тебе объяснить как осетинский пирог только чизкейк и бутылку этого соуса нагреш дорогая и все даже если она не была до этого вашей абсолютно гетеросексуальной подругой то она станет вообще не обрадуются нью-йоркскому чизкейку кругу я не понимаю почему говорят что сердце мужчины лежит только через желудок мы тоже любят покушать в смысле тоже больше здесь вот эти остались это реально классические красные соусы этот супер соленый этот наименее соленый здесь еще много всего здесь мало всего но это не шуму это вообще везде но не шуму и не подружки с рембрандтом а так себе берете себе а и короче сегодня был выпуск 8 мы желаем вам всем во первых надо не пропадать так часто как мы во вторых супер чтобы вас все получилось и фартанула побольше тепла побольше вкусной шаурмы с мраморной говядиной как будто бы вся остальная теперь кажется дерьмом каким-то собачьим а это неплохая красивые жизни всем в лос-анджелесе домик всем чтобы домой лететь знаете не в не рюнгри а в лос-анджелес всем спасибо что были с нами всех любим пока пока ну это был неплохо я понимаю молодец молодец все ты хорошая хорошая не нажралась не нажралась поздравим все насти ребята это насти она не нажралась сегодня дай бог здоровья теперь точно на жрусь сейчас теперь точно на загонек дай бог здоровья